Доброе утро! Что общего у зданий окружной телерадиокомпании Югра и Центра искусства для рынок детей Севера? Их спроектировал один человек. Более того, между ними проходит улица, названная в честь их создателя. Это улица первого архитектора Ханты-Мансийска и заслуженного архитектора Югры Пескунова Александра Николаевича. Александр Пескунов родился в 1952 году в Москве. После окончания школы уехал в Нижний Новгород, где окончил Горьковский инженерно-строительный институт. И в 33 года был направлен в Ханты-Мансийск на должность главного архитектора города. Именно тогда и произошло знакомство Александра Николаевича с окружной столицей, на тот момент полностью застроенной деревянными двухэтажками и деревянными тротуарами. Проблема заключалась в том, что Ханты-Мансийск располагается на горах, на холмах, на возвышенности, и это тоже ограничивало свободу действий. Но он был преисполнен энтузиазмом. Он действительно с детства мечтал построить светлый город, который бы привлекал людей, и люди бы жили там с удовольствием. И он с большим энтузиазмом взялся за работу. Первое построенное им здание – многоквартирный дом с необычной планировкой на пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской. Это был еще неизвестный тогда в городе опыт использования угловых поворотных секций для уплотненной застройки и первый шаг от отказа от однотипных хрущевок. По его проекту было построено одно из самых необычных для Севера зданий – филиал крупного банка по улице Мира. Оно поражает обилием окон, крыш в виде куполов и своей европейской архитектурой. Здание РТК Югра. И, конечно, одно из его самых больших достижений, которым он гордился, очень это строительство центра искусств для древних детей Севера и площади перед ним. А вот так выглядел первый эскиз центра искусств, нарисованного Александром Николаевичем. Он спроектировал здесь все – залы, кабинеты и коридоры. Это был самый масштабный его проект. «Бывают у архитектора миг счастья – выполнить такой крупный объект», – признавался журналистом Пескунов. «Можно не читать плохую книгу, не слышать плохую музыку, а с архитектурой так не получится». Благодаря ему в окружной столице появились такие красивые здания, как дом правосудия, дом архитектора, комплекс окружной клинической больницы. Он редактировал проект федерального казначейства и занимался реконструкцией здания правительства. Он хотел уехать уже отсюда, ему по настоянию врачей у него появились проблемы с сердцем и советовали сменить климат. Но ему подвернулся под руку проект сделать второй корпус центра искусств. Естественно, он гордился своим детищем и не смог от этого отказаться. И в ночь, когда, ну, вечером уже садился рисовать проект, на утро уже жена зашла к нему в кабинет, а у него случился приступ. То есть он фактически на работе сгорел. В 2001 году департамент градостроительной политики Югры обратился в администрацию города с просьбой увековечить память Александра Пескунова. Так рядом с центром искусств появилась улица в честь архитектора. И теперь на здании красуется адрес – Пескунова-1. Александр Николаевич Пескунов мечтал построить на севере яркий солнечный город, в котором жилось бы легко и уютно. Глядя на эти красивые здания, можно с уверенностью сказать, что сегодня его мечта – это реальность.